Мы в течение сегодняшнего дня, в первой половине, пройдемся по тексту, обсудим его структуру и основные полотенцы текста. Теперь праздник наших трех дней работы. Я очень рад, что мы сегодня собрались здесь. Я очень рад, что вообще есть эта программа, потому что это очень хороший способ, чтобы разобраться и вспомнить. Значит, о том, прожди, тот же путь от советской пропаганды до сегодняшней информационной политики. И у нас один и те же проблемы и в чрезвычайных ситуациях, и в проблемах с чиновниками, и в проблемах с журналистами, и в известной работе, которой мы занимаемся и будем заниматься. И я знаком почти со всеми в республиках, где работают те люди, которые делают очень тяжелую и очень интересную работу. Меня зовут Виталий Норильский, я из Белоруссии, помощник министра по чрезвычайным ситуациям. Просить, Виталий, МЧС, Республика Белоруссии, я здесь тоже не оден. Я руководитель программы криминальных и чрезвычайных происшествий, в то же время руководитель отдела такого же криминальных и чрезвычайных происшествий представляю национальную государственную телерадиокомпанию Республики Белоруссии. Меня зовут Александр Анастасовевич, работаю журналистом и работаю темп проекта 101, служба спасения. Делаем сюжеты о чрезвычайных ситуациях. Большое. Антон Крупп, секретарь университета. Антон Крупп, секретарь университета. Начитали. И не на всем каналам есть специализированные программы, или есть журналисты, которые специализируются именно на чрезвычайных ситуациях. Делаем чрезвычайных ситуациях. И как учтить себя? Мы говорим о свободе СМИ, сейчас кому-то как-то отдать. Я сам отдал. Я сам отдал. Я сам отдал. Послезавтра вы здравы. У нас, если это проявляет СМИ, сейчас я не смогу пенсировать. Если это будет исходить от государства, каким образом можно стимулировать СМИ к сотрудничеству, чтобы они ознакомились? Ежемесячные программы, посвященные или репортажам.